А можно ли набрать просмотры и раскрутить YouTube-канал, вообще не загружая видео? Можно! Не так давно я опубликовал в YouTube картинку с текстом про одно видео, и вот эта картинка с текстом набрала 36 тысяч просмотров, а видео, которому был посвящен этот текст, набрало всего 20 тысяч просмотров. И вот сейчас мы разберемся, как в целом, без ничего, просто публикуя фоточки и написывая постики, можно реально стать известным в YouTube. Меня зовут Влад Козыра, подписка, лайк, помчали! Итак, ребят, смотрите, что вообще, к чему, о чем пойдет речь. Это вкладка сообщества. Вот, собственно говоря, я записал ролик о том, что я снял видео не на тему своего YouTube-канала и похвастался этим. Этот ролик сейчас набрал порядка 20 тысяч просмотров, а вот пост реально набрал 36 тысяч просмотров. И какие вообще параметры аналитики существуют у постов в сообществе? Первое, это отметки нравится и, собственно говоря, лайк рейд. Больше нам YouTube ничего не приводит. На самом деле, есть еще несколько параметров. В целом, это параметр взаимодействия. Есть разные типы контента, которые можно публиковать в сообществе. Это изображения, опрос с картинками, текстовый опрос. То есть, в целом, опросы, насколько тапают на опросы. Викторины, это что-то новенькое, я такого раньше не видел. И видосы. Если вы публикуете, будь то, изображение, его должны лайкать. Если публикуете опрос, в нем должны участвовать. Ну, я думаю, и так далее. В целом, это понятно. В зависимости от того, сколько времени люди проводят на вашем посте и сколько они ставят лайки, столько, собственно говоря, и получают ваши охваты. И мы вот сегодня как раз-таки напишем идеальный пост, и вы узнаете, сколько просмотров он наберет. Но давайте разберемся сначала с базой. Какие вообще типы контента нам публиковать? Какие надо, какие не надо? Много вариантов. Че конкретно подходит, пока непонятно. Давайте в целом начнем с опросов. Я помню бородатые годы, когда эти опросы нифигово так вирусились. Вот если мы нажмем опросы за все время на нашем YouTube-канале The Box, мы увидим, что здесь наши опросы набирали по 40 тысяч голосов. Этот опрос набрал минимум полмиллиона просмотров, даже если 10% голосовали. Это очень много. И есть еще такой целый ролик, какой-то американец записал about pointless YouTube polls. В общем, он бомбит, что вот, типа, найди киллера, да, и тут чувачка с автоматами постят. И 1 миллион голосов. То есть, прикиньте, этот пост залетел, наверное, показав на миллионов 10, да. То есть, если допустить, что каждый десятый только голосует, или вот здесь, да, 807 тысяч, это увидела реально, ну, наверное, половина всего интернета. Прикиньте, вот этот YouTube-канал получил 10-миллионный охват, буквально опубликовав звездочку. В чем секрет? Люди, такие очень странные создания, они, ну, реально тыкают просто по приколу. Чем проще вопрос, который вы задаете людям, тем больше, собственно говоря, тыканей вы получите. Я, конечно, могу сейчас написать у себя в сообществе, как у вас погода, дождь или солнце, но, извините, я не долб***. Я покажу вам, как полезный пост сделать, который вас будет продвигать. Не фанат таких постов, потому что, действительно, никакого особого влечения вы не получите. Вы просто опубликуете, да, окей, 8-10 миллионов человек увидели вас, где здесь разместить хоть какую-то информацию о своем YouTube-канале, задавая супер базовый и дефолтный вопрос. Ну, так или иначе, делать какой-то низший вопрос, типа, сколько у вас подписчиков до тысячи подписчиков, больше тысячи подписчиков. Давайте, давайте сделаем. Просто по фану, да, ну, я не знаю, ну, посмотрим, какую аналитику оно наберет. Поставьте лайк, кстати, если у вас отображался этот опрос, когда, вот, собственно говоря, вы смотрите это видео. Да, я его опубликовал прямо на записи. В общем-то, опросы очень простые делаем, они залетают, набирают охват. При этом я же вижу ваше желание, типа, мы сейчас опубликуем видео, мы на наши миллионные охваты возьмем, вот так вот добавим плюсик видео, выберем какой-то наш ролик и наберем вот эти вот сотни тысяч просмотров. Остановитесь, не делайте так. Вот наглядный пример. Открываем, собственно говоря, статистику по моим постам. 365 дней, вот мы видим на втором месте у меня пост, который начинается со ссылки, то есть очень тупо, да, я делал пост про то, что у меня будет стрим. При этом точно так же у меня был пост, где я рассказывал о том, что вот, буду смотреть ваши YouTube-каналы. Очередь в чате, 16 лайков, охват 1355, ну трэш. А здесь то же самое, только я не прикреплял ссылку и 30 тысяч показов, один из самых популярных постов. Это происходит из-за того, что YouTube крайне не любит, что эту вкладку сообщества используют не для того, чтобы люди писали посты. YouTube сам понимает, какие ролики ему продвигать, а какие ему не продвигать. Если угодно, YouTube не нравится то, что вы те ролики, которые, может быть, он не хотел бы продвигать, публикуйте в эту вкладку. И когда-то был абсолютно жесточайший абьюз вместе с сообществами, потому что можно было в несколько сообществ закинуть ролики, он вылетал в тренды. Когда я еще был ведущим на канале YouTube тренды, мы когда-то этим пользовались. YouTube это занерфил. И теперь, если просто прикрепляете ролик, то просмотров нету, показов нету, пост пессимизируется. Просто знайте про это, этот инструмент бесполезен. Это очень странно, но это факт. То есть вот так вот ни в коем случае не делаем, смысла нет. Вот, кстати, у нас уже 21 голос за 3 минуты. Но зачем набирать просмотры из сообщества, если можно сразу набрать подписчиков? Да, именно так мы набрали первые 100 тысяч подписчиков на YouTube канале А5. На канале А4 была размещена 4 года назад реклама А5, что вот, мол, подписывайтесь, у меня новый YouTube канал. Я тогда работал в команде Влада Бумаги. Мы тогда набрали 100 тысяч подписчиков реально в первый день, реально одним постом. Когда-то это было просто невероятно. И вы просто должны помнить, что если вы вдруг решили создать второй YouTube канал, хотите перелить релевантную аудиторию с вашего YouTube канала, не обязательно даже про это делать ролик. Вы можете написать пост в сообществе и сказать, ребят, вот идите, короче, посмотрите. И справедливости ради, Влад А4, абсолютный гений YouTube, смотрите, он практически под каждый ролик, который для них важен, публикует просто фотографию с текстом, мол, мы сделали то-то, то-то, смотри на канале. Заметьте, он даже не оставляет никаких ссылок. Я вам показывал, что прикреплять ролик плохо, да, оставляйте ссылку. Влад Бумага даже ссылку не оставляет, он делает какой-то кадр из видео, просто вставляет. Вы можете видеть большую разницу, да, даже Влад Бумага, когда публикует шорт, типа, вот, посмотри мой новый ролик, 2,7 тысячи лайков, а здесь 60 тысяч лайков, то есть я не вру. То есть, да, действительно, если вы хотите просто набрать просмотры на ролике, попробуйте опубликовать какую-то фотографию с текстом, это действительно работает хорошо, работает до сих пор, раз даже Влад А4 этим пользуется. Но я бы действительно делал бы этот инструмент немножко более расширенным. Давайте, ребят, прямо сейчас напишем какой-то здоровый пост, человеческий, читабельный. Скажу заранее, что я его уже написал, но вы его сейчас не видите, он в блюре. Я тоже его опубликую прямо во время записи ролика, а вы потом посмотрите его статистику. Кстати, у нас уже 47 голосов за 6 минут. Комментарии люди пошли писать. Какой ужас, зачем вы в этом участвуете? Итак, ребят, смотрите, здесь все правила примерно такие же, как в ролике. Заголовок должен быть цепляющий. И я пишу, этот пост набрал больше просмотров, чем мое видео. Далее мы делаем краткое раскрытие поста, ну, то есть о чем, собственно говоря, будет та или иная единица контента. И дальше, в следующей части, мы оставляем некую полезняшку. Ну, то есть суть поста, это примерно как суть тиктока, релса. Я называю их, простите, скажу по-русски, они должны быть ебкими. Это что значит? Это вот какая-то очень сжиженная единица пользы. Здесь мы с вами в роликах спокойно сидим, разговариваем. Расслабленная атмосфера, никто никуда не спешит. Посты, релсы, тиктоки, это такая быстрая польза. Не прикрепляйте ролики к посту и используйте опросы, бла-бла-бла. Все то, что я вам только что рассказал. И в конце, естественно, оставляем призыв. Главное, не забывайте про призы в самом конце видео. Ставьте лайк, чтобы проверить, наберет ли этот пост больше просмотров, чем видеоролик на эту же тему. Возможно, он уже на моем YouTube-канале. Ну и, собственно говоря, картинка. Я вот ничего не придумывал. Просто вот взял реально вот эту вот статистику. Вот он, я, просто кусочек фотографии. Нажимаем файл, экспортировать как. Экспортируем наш файл. И, естественно, прикрепляем его к нашему посту. Да, важно, чтобы картинка была тысяча на тысячу. То есть, квадратная. Если вы повесите туда свою превьюшку, то он ничего не соберет. Да, вот этот пост, так или иначе, он вот тут читаемый. Важный момент. Люди из России с большой долей вероятности не увидят картинку. Поэтому я специально написал этот пост так, чтобы и люди из России, которые сидят в YouTube без VPN, могли понять суть этого поста, не видя картинку. Суть поста примерно такая. Нажимаем опубликовать. Просто второй пост за 5 минут. Не знаю, надеюсь, это не пессимизирует ничего. Ну и все, ждем. А тем временем наш опрос уже набрал 72 голоса, 8 комментов, 6 лайков. 50 на 50 голоса разделились. Ну а вы пишите в комменты, сколько у вас подписчиков. Обязательно поставьте лайк, если видели эти посты. Ну и не забудьте, естественно, подписаться на канал, чтобы узнать по итогу в следующих роликах, что же набрало больше просмотров, пост про, в общем-то, посты в сообществе и как они набирают охват. Или ролик. Ну и, конечно, посмотрите ролик о нашем креативном продюсировании. Если хотите продвинуть YouTube канал быстро, классно, качественно, сделаем вам все от начала до конца. Идея, обложка, название, сценарий, монтаж, съемка. Вам только вот сиди да говори. Смотрите этот ролик, либо прыгайте сразу по ссылочке в описании. Огромное количество кейсов, каналов. Сами все знаете, количество мест ограничено. Бесплатная диагностика, абсолютно подскажем, как вам развивать ваш YouTube канал, даже если вы не проходите к нам на продюсирование. Созвонимся, поговорим, поймем, что вам нужно. В общем-то, такой получился ролик. Надеюсь, что он оказался полезным. Я уверен, что вы открыли что-то новое, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был YouTube продюсер Влад Козыра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok